Сенсация пришла, откуда не ждали. Дорогие друзья, кто политикой российской интересуется и увлекается, тот в цирке не смеется. Честное слово, офис Тихановской получал финансирование от крупной деревообрабатывающей компании, расположенной в России, сообщают белорусские источники. Так, давайте разбираться. Какие в России есть крупные деревообрабатывающие компании, причем не просто компании, а компании, которым что-то понадобилось в Белоруссии, понадобилось спонсировать белорусскую либеральную оппозицию, которая пыталась устроить там госпереворот. Компания в России, не нефтегазовая, не металлургическая, а именно древообрабатывающая, у которой есть какие-то политические подвязочки, какие-то политические интересы. Друзья дорогие, я знаю одну такую компанию. Это «Элим». Группа компании «Элим» в 90-х годах была приватизирована. И главным ее акционером, у которого было 50% акций, был очень известный человек. И вы знаете его фамилию. Звали его Дмитрий, отчество Анатольевич, а фамилия Медведев. В 90-е годы Дмитрий Анатольевич Медведев большую часть своих бабочек получал благодаря компании «Элим». В начале нулевых, когда Дмитрий Анатольевич пошел в руководство страны, он, конечно же, избавился от своих акций. Но, как говорят злые языки, Дмитрий Анатольевич продолжает получать с нее деньги. И она всего лишь переписана на номиналов, а ее реальным владельцем все еще является наш дорогой медвежонок, любитель покемонов, любитель айфонов и всего американского Дмитрий Анатольевич Медведев. Что происходит? Белорусы начинают намекать на то, что Медведев стоит за попыткой госпереворота против батьки Лукашенко? Давайте еще раз вспомним основные моменты про группу компаний «Элим». Вспоминается то, что с этой компанией аффилированы даже некоторые представители КПРФ. Вот, например, в статье, которой уже полтора года, рассказывается, что Юрий Афонин, зампредседатель Центрального комитета КПРФ, с самого начала был коммерчески ориентированным политиком. Он хорошо знает, кто и за какие услуги готов хорошо платить. Например, Афонин тесно связан с петербургской группой «Элим» и даже являлся ее миноритарием, то есть держал крупный пакет акций. «Элим» — лидер российской целлюлозно-бумажной промышленности, по удивительному совпадению депутат, второе лицо в Комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Наибольший законотворческий интерес проявляет именно к лесному кодексу. Афонин работает в тесном партнерстве с другим коммунистом, известным депутатом-лоббистом Дорохиным. Короче говоря, видите, какая интересная связочка. Через компанию «Элим» наш дорогой, замечательный Юрий Вячеславович Афонин связан с Медведевым. «Совпадение? Не думаем». И, судя по последним сообщениям, они все могут быть связаны с попыткой госпереворота в Белоруссии против батьки Лукашенко. А что это за движуха такая пошла, как вы думаете? Молчали, молчали и вдруг заговорили. Уже полтора года прошло с тех событий. Вот очередное событие. Река Вычигда в Архангельской области покрылась грязной пеной. Местные жители винят случившимся предприятий группы «Элим». Еще одна «Северная рука» пострадала от очередного участника списка «Форбс». Целлюлозно-бумажная группа «Элим», которой владеет миллиардер Захар Смушкин. Как мы уже сказали, возможно, владеет номинально. На самом деле он просто держит собственность Медведева. Судя по всему, слила в реку Вычигда от хода производства. Утром рыбаки из деревни Дурицыно, что в Архангельской области, сняли на видео желто-коричневую пену, которую прибило к берегу Вычигды. Пользователи соцсетей, где опубликован ролик, уверены, что источник загрязнения располагается выше по течению в городе Коряжма. Кот Ласки ЦБК, входящий в группу «Элим». Экспорт из России лесокругляка якобы должен был прекращен уже в 2021 году. Мне интересно, вот сейчас, как оно там прекратилось, не прекратилось. Штука в том, что одним из главных экспортеров лесокругляка абсолютно необработанного занималась группа компаний «Элим». Обсуждался вопрос создания в России лесной госкорпорации. Вот как у нас есть Роснефть, нефтяная госкорпорация, у нас есть Газпром, газовая госкорпорация. Также думают, они создать ли нам лесную госкорпорацию. Кто за это будет отвечать? «Элим», которая получит монопольное право на экспорт беломатериалов, а также продажу соответствующих квот частным компаниям. Фактически речь идет об очередном переделе внутреннего рынка, осуществляемом под контролем государства. Преференции получат в первую очередь крупные компании-переработчики, такие как группа «Элим» Захара Смушкина, чье состояние оценивается в 1 миллиард баксов. Полгода назад я вам рассказывал про очень интересные наезды на Дмитрия Анатольевича Медведева. Они прошли практически незамеченными, как и вот эта история. В Питере проходили обыски в различных офисах и фирмах по поводу организаций преступных сообществ, уклонения от уплаты налогов и ухода от НДС. Обыски проводятся в том числе на улице Марата, в главном офисе группы компаний «Элим» у Захара Смушкина, а также в группе «Эйби», которая раньше занималась кибербезопасностью. Друзья мои, это когда было? 29 сентября, полгода назад. 29 сентября. Сообщали о том, что в группе компаний «Элим», как я уже сказал, которую связывают с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, проходили обыски полгода назад. Чем это закончилось? Уголовные дела, посадки, штрафы крупные? Нет. Все очень тихо порешали. Никакого продолжения эта история не имела. Возможно, кто-то дал какие-то отступные, финансовые или властные, или юридические. На кого-то были переписаны некие активы. Кому-то в управление были переданы какие-то там данные или предприятия. Неизвестно что, но телодвижения по отношению к Дмитрию Анатольевичу, они вообще-то проходят уже не первый день. правительство, вот сейчас у нас военная спецоперация, наши экспортеры страдают, перестают закупать наш в том числе лес. 31 марта 2022 года после начала спецоперации прошло чуть больше месяца, и группа компаний «ИЛИМ» получает государственную поддержку. Правительство по предложению Минпромторга поддержало группу «ИЛИМ», продлив до 2023 года реализацию приоритетного инвестпроекта по освоению лесов и модернизации производства в Иркутской области. Лесопромышленной компании удалось оперативнейшим образом убедить чиновников в необходимости контрсанкционных преференций. А как это так? Группе компаний «ИЛИМ» впереди всех, вот прям вот самое первое, чиновники вообще в шоке, не знают, что делать, кому деньги давать, кому деньги не давать. Вот группа компаний «ИЛИМ» наиоперативнейшим образом убеждает правительство, что именно им надо помочь, именно им надо выделить бабки. Друзья, у вас есть какие-то предположения? В 2014 году после крымских санкций компания уже откладывала старт суперпроекта. Сейчас ввод вновь перенесен как минимум до 2024 года. При этом «ИЛИМ» оставляет за собой право вырубать ежегодно аж 3,6 миллионов кубометров расчетной лесосеки. Ожидая инвестиций, можно вывозить к китайским партнерам не только полуфабрикат из целлюлозы, но даже необработанное сырье вроде как в 2021 году должны были прекратить вывоз из России лесокругляка, а на деле продолжают его вывозить. Необработанное сырье — это тот самый лесокругляк. Короче говоря, в какую игру решил поиграть батька Лукашенко, мне очень интересно будет за этим посмотреть. Учитывая, что у нас речь идет о дальнейшей интеграции государства, возможно, в какой-то момент у нас будет один президент и на Россию, и на Белоруссию. А фиг его знает, может быть, Лукашенко собирается стать президентом воссозданного СССР, при этом он устраняет своего конкурента. Вот Дмитрий Анатольевич там что-то активизировался, в своем телеграмме активно, чуть ли не каждый день посты публикуют. Давайте этого Дмитрия Анатольевича долбанем, расскажем, что он враг народа, который дружит с американской разведкой. Второе интересное сообщение из Белоруссии. Там в парламент внесен проект закона о лишении гражданства. Предлагается считать утратившими гражданство Белоруссии граждан, проживающих за границей, имеющих вид на жительство, второе гражданство, а также находящихся в розыске. И это очень серьезная новость, очень серьезная. Если этот закон будет принят, вот представьте себе, мы живем в союзном государстве России и Белоруссии. У нас постепенно законы синхронизируются. Сколько у нас есть людей из элитки, у которых есть двойное гражданство, вид на жительство. Сергей Брилев, помните такого? Журналист из Кремлевского пула. Одновременно и российский гражданин, и гражданин Великобритании. А сколько у нас олигархов? А Владимир Рудольфович Соловьев, а чиновники, а депутаты? Сколько их с двойными гражданствами, хотя бы с видами на жительство? Я напомню, когда Путин проводил конституционные поправки по обнулению, там было четкое предложение. Инициативы Путина, путинские поправки. Запретить депутатам, судьям, прокурорам, сенаторам запретить владение зарубежными счетами, зарубежной недвижимостью, зарубежным гражданством и так далее, и так далее. Депутаты. Самые главные наши патриоты, единороссы. Что сказали? О, да, конечно, конечно, но вот, понимаете, недвижимость там все-таки нужна за границей. А какого хрена, спросили их? Ну, как, как, какого хрена? Вот, это мне бабушка в Казахстане оставила квартиру, а дедушка где-то вот в Белоруссии оставил квартиру. Это же другие страны. Значит, значит, мне нужно оставить право и возможность владеть недвижимостью в других странах. Это не про Францию, не про Великобританию, не про Кипр. Это не про Монако и не про Соединенные Штаты Америки. Нет, 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 это вот только вот у нас тут, вот знаете. Такая была история. И Путин предложил, Путин говорит, запретить. Они говорят, нет, нет, счета мы не будем, конечно же, иметь. И гражданство другое мы не будем иметь. Но вот недвижимость мы за собой оставим. Во многих странах владение недвижимостью автоматически дает вид на жительство. Автоматически. Поэтому у нас огромное число депутатов. По вот этому закону, если он будет распространен на Россию, они все потеряют. Их лишат российского гражданства. И автоматически они потеряют свои посты судей, прокуроров, депутатов, сенаторов. Любо дорого смотреть, какие интересные новости приходят к нам из Беларуси, дорогие друзья. В последнее время в Израиль прибыло 11 тысяч репатриантов и значительное их число из России. Каждый день число репатриантов насчитывает сотни человек. Особенно в Израиле отмечают большое количество среди репатриантов российских вип-персон, олигархов, телеведущих, певцов и так далее. Собчак, Прокоров, Кудрин хором заявляют. Мы просто так на денек приехали, давно собирались. Между прочим, Гинсбург. Малышева вообще улетела не в Израиль, а в США. Она говорит, да я тоже потом вернусь. Что происходит? Побежали, побежали. Прям не крысы, а тараканы какие-то побежали. По информации Совета безопасности, там планируют расследовать обстоятельства и цели выезда в Израиль Алексея Кудрина, председателя счетной палаты РФ. О чем мы говорили вчера и позавчера. По должности он имеет высший допуск к секретным материалам, включая документы с грифом особой важности. И согласно законодательству об охране гостайны, не имеет права в частном порядке выезжать за рубеж. Своё местонахождение в Израиле Кудрин подтвердил в личном телеграм-канале. Он еще два месяца назад завел телеграм-канал, написал в нем меньше десяти сообщений, и в одном из них уже успел признаться, что да, я в Израиле, но это я просто давно планировал, там отдохнуть, что-то там по делам, сидеть по каким делам, почему именно сейчас. Ты один из руководителей российского органа государственной власти, счетная палата. Ты имеешь допуск к секретным материалам особой важности. Сейчас идет военная спецоперация, нам объявлена экономическая война. Руководство страны говорит, ну ладно, ребят, вы тут без меня, я там пока поеду отдохнуть. Понимаете, если бы он сказал, мне потребовалась экстренная госпитализация, вот я подсказку даю нашим оголтелым олигархам, элитке нашей безмозговой. Ребята, если вы сейчас едете в Израиль, ну вы скажите, что вам потребовалась срочная операция, и по совету лечащего врача, фамилия, имя такая-то, госпиталь такой-то, вас направили именно в Израиль, потому что в России это не делают вообще, или делают очень плохо. Ну вот вынуждены вы были. На отдых они поехали посреди военной спецоперации. Молодцы, молодцы. Именно так себя и ведет ответственный руководитель. Источник ВЧК ОГПУ рассказал, что Ксения Собчак сильно лукавила, уверяя, что ездила в марте в Израиль просто отдохнуть. Именно тогда она и обзавелась паспортом этого государства. Сделала она это в Тель-Авиве вместе с ее матерью и по совместительству действующим сенатором Людмилой Нарусовой. Собственно, родственники дедушки Ксении Анатольевны по материнской линии Борис Моисеевич Нарусов и стали основанием для получения гражданства. Семья колебалась между скорым отъездом из России или длительным переводом своих российских активов в кэш. Выбрали второе, чем сейчас и занимаются. Нервничают и злятся, когда заходит тема об итраильском гражданстве. Подождите, в Эчкау-ГПУ пишет вот этот текст, что якобы сенатор, сенатор Людмила Нарусова, сенатор, сенат, верхняя палата парламента, совет федерации, принимает решение о войне и мире. Может выдвигать там самые разные вообще предложения и вето накладывать. Сенатор Людмила Нарусова, бывшая жена Собчака, мама Ксюши, она теперь у нас, теперь у нас люди с израильским паспортом будут принимать решение о войне и мире. Я требую, пользуясь своим положением блогера, я требую немедленно начать проверку в отношении и Кудрина, и Собчака, и Нарусова, и всех, кто сейчас пересекал границу. Пусть они предъявят доказательства, нет ли у них заграничных паспортов. Все люди с государственными должностями из госструктур, сотрудники госкорпораций, журналисты государственных телеканалов, люди, которые имеют отношение к госбюджету, должны немедленно предоставить справку о том, что те страны, в которых они ездили, куда они ездили? В Болгарию, на Кипр, в Арабские Эмираты, в Израиль, что у них нет там ни видов на жительство, ни двойного гражданства. Что-то я не слышу, чтобы об этом говорил глава ФСБ Бортников, генеральный прокурор Краснов. И Путин об этом молчит. А зачем? Вот когда мы проиграем в ходе спецоперации, когда мы потерпим, вот потом мы начнем разбирательство. Что же это такое? Знаете, сто лет назад, сначала был 905 год. Массовые протесты 905 года. Была позорная русско-японская война. А уже потом, через 12 лет, началась настоящая мировая война. И на ее фоне произошла уже февральская, а потом октябрьская революция. Может быть, мы сейчас на уровне еще 905 года? Может быть, нам сначала предстоит пройти через позорное поражение и унижение? Может быть, потом у нас будут накапливаться различные противоречия, и еще лет через 10-12 мы увидим какое-то разрешение этого кризиса. А может быть, уже сейчас 917-й. Посмотрим? Не знаю, дорогие друзья. Ваши ощущения, ваши мысли пишите в комментариях. Вместе мы села, вместе мы победим. Отступать некуда. Позади страна. Впереди огромная работа. Держитесь, верьте в лучшее. Мы обязательно победим. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok